Доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, сегодня 7 мая. Рады вас видеть. Вполне себе полноценный рабочий день. С вами Владислав Забьялов и Анастасия Чернобройна. Хорошего настроения! Майские праздники. Время застолье. И полезно будет узнать, какие алкогольные напитки учёные считают самыми коварными. Замыкает пятёрку рейтинга под градусом. Ликёры. Чем слаще, тем опаснее. Бьют по поджелудочной железе. Игристое на четвёртой строчке, потому что напиток газированный. Алкоголь почти моментально всасывается в кровь. Ещё страшнее пиво. Пивной алкоголизм – это не байка врачей. И миксы с большим количеством ингредиентов, даже в малых дозах, опасны для печени и почек. Плюс похмелье очень сильное. Ну а самые вредные – баночные коктейли. Пристрастишься – считай пропал. Пол стакана водки с лимонадным вкусом абсолютно убивает печень. Ну так что поосторожнее с напитками и на столе, и на прилавке в магазине тоже. Выбирая товар в стеклянной таре, порой сложно не задеть соседние бутылки. А если всё-таки разбились случайно, нужно ли платить за это? И кому? Расскажет Сергей Назиолин. Это был первый случай в России, когда покупатель наносит продуктовому магазину ущерб в десятки тысяч рублей. И, пожалуй, впервые охранники реагируют на разбитый товар полным бездействием. Однако обычно служба безопасности прибегает на звук разбившейся бутылки молниеносно и требует возмещения убытка. Не разбираясь при этом, случайно был испорчен товар или нет. Как, например, вот в этой ситуации, уже в другом магазине. Однако не стоит спешить доставать кошелёк. Деньги за разбитый стеклянный товар представители магазинов прави требовать лишь в определённых ситуациях. Если вы случайно задели и разбили бутылку или банку, это легко доказать. Ведь чаще всего покупатели бьют хрупкий товар без злого умысла, из-за того, что владельцы и сотрудники супермаркетов сами создают условия для этого. А именно, неправильно расставляют бутылки, оставляют узкий проход между стеллажами и, наконец, плохо убирают торговые залы. Если вы, не знаю, подскользнулись на каком-то пролитом, там, на мокром полу, там, масло, может быть, кто-то пролил или ещё что-то пролил, да, там, уронили свою корзинку и откуда там вывалились ваши покупки и разбились, то в этом случае, естественно, вашей вины нет. А ещё нужно помнить, даже если вы и виноваты в порче товара, то доказать это и потребовать размещения ущерба может только суд. А никак не охранник или продавец. Кстати, нередко служба безопасности магазинов действует чересчур жёстко. Мало того, они говорили, что мы должны заплатить за этот товар в двухкратном, трёхкратном размере. К московскому студенту Николаю охранники магазина подошли после того, как он случайно задел локтём и разбил стеклянную вазу. На требование отдать деньги молодой человек немедленно вызвал полицию. В присутствии полиции нам пришлось доказать то, что всё-таки мы правы и они нас отпустили. Кстати, вызвав полицию в аналогичных ситуациях, вы можете доказать не только свою невиновность, но и пожаловаться на неправомерные действия сотрудников магазинов. Скажите, а вот если человек разбил бутылку в магазине случайно, он должен за это платить? Нет. Не должен, да? А то начали там хватать за руки. Все, оно входит. Но чаще всего достаточно просто сделать предупреждение. Ведь полиция и владельцы супермаркетов, как правило, боятся не меньше, чем Роспотребнадзор. Нарушителям за рулём тоже следует бояться. Госдума приняла в первом чтении поправки в КОАП ужесточающее наказание. Возможно, уже с 1 июля минимальный штраф будет увеличен со 100 до 500 рублей. За разговор по телефону за рулём и перевозку детей без автокресел до 3000. Кроме того, впервые в качестве наказания будут применять одновременно и штраф, и лишение прав. Более суровым закон станет и по отношению к пешеходам. Штраф для них вырастет с 200 до 500 рублей. Но главное нововведение – это накопительная система штрафных баллов. И оно вызвало массу споров. В общем, есть что обсудить с главным редактором журнала «За рулём» Антоном Чуйкиным. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Система штрафных баллов существовала-то ещё в советские времена, мы с вами помним. Только сейчас-то всё предлагают иначе делать. За каждые 100 рублей штрафа один балл начислять и пошло-поехало. 200 набрал за год, долой права. Так это будет? Да, по крайней мере, так предлагается. И в этом-то как раз, на мой взгляд, очень серьёзная проблема. Когда баллы сразу называют их стоимость, Баллы привязаны к деньгам. Сразу возникает вопрос – а обратно? 100 рублей балл. А чтобы минус балл, сколько потребуется? Тысяча? Тем более, в нашей стране это вполне абсолютно возможно. Да, и любое самое маленькое нарушение – уже 5 баллов. 500 рублей, 5 баллов. Ну хорошо, давайте в любом случае о правилах пока. Если люди их будут соблюдать. Например, человек набрал не 200 баллов, а, скажем, 196 за год. Тогда они у него обнуляются или что происходит? Предполагается, что баллы, заработанные в течение года, за год будут и обнуляться. Если, например, законопроект примут, то как будет отчёт идти? С даты, когда он выйдет, да? Или всё-таки с начала года? Нет, я думаю, что с момента получения первого балла. Непонятно только где и как эти баллы и кто будет фиксировать. Это действительно проблема. Ну, я думаю, что здесь надо смотреть… Опять-таки, мы всё время говорим «если». Я бы здесь вот для себя, по крайней мере, я решила, мне кажется, что эта система неправильная. В этом вообще есть большая проблема. Вроде как, эта система, не мы её придумали, не мы её изобрели. Она применяется. Самый известный опыт, наверное, германский. С огромным центром во Фленсбурге, где все твои баллы копятся. Есть там французский опыт, известный, где баллы считаются в обратную сторону. То есть ты вместе с правами, условно говоря, получаешь некую сумму баллов, да, и у тебя их потом начинают вычитать. Вот вроде всё хорошо, но так вот думаешь, чем-то не нравится. В общем, понятно на самом деле, чем. Мы по-прежнему не доверяем полиции и дорожной полиции в частности. Когда ты просто сталкиваешься с конкретным инспектором ГАИ, который вместо того, чтобы разруливать пробку, будет считать тебе баллы, у тебя сразу возникает какое-то желание наплевать на немецкий и на французский опыт. Ну, может быть, тогда предложить какой-то вам, как специалисту, оптимальный вариант, свой вариант, проколы в талончике, я так понимаю? О, они тоже будут стоить денег, эти проколы. Я сейчас грубый пример приведу, но тем не менее. Значит, рецидивистам в судах баллы не нужны им. Судья и так скажет, у тебя третья ходка, дружок, давай-ка, мы тебя там ещё закатаем сейчас, прошу прощения за жаргон. А водителям почему-то нужны баллы. Значит, почему? Потому что, видимо, опять никто не собирается чётко и честно учитывать эти баллы в компьютерных каких-то ещё системах. А я должен с собой возить этот кондуит и показывать, значит, как директору школы. Вот, смотри, у меня какие отметочки. А потом, сколько спорных моментов с видеокамер зафиксировали? Мне кажется, что баллы в этом отношении прошлый век. Это из того времени, когда не было вот такого тотального поголовного учёта, когда мы с вами явно там не в одной, а, наверное, там в десятке баз данных присутствуем в том или ином виде. Может быть, там имеет смысл порядок навести? А как вы думаете, как заставить-то людей соблюдать законы? У нас всё время идёт речь о совершенствовании и об изменении системы наказаний. И я что-то не слышал о системе профилактики. Я бы начал с того, что права выдавал по окончании школы. Обычной, не автомобильной. Кстати, вот вопрос к авторам законопроекта по поводу баллов пешеходов. Как будем штрафовать? Как им баллы? Куда им баллы будем арестовать? На лоб? Сейчас лишение прав, процедура достаточно сложная, но она через суд проходит, да, сегодня? Да, да, конечно. А с введением, как вам кажется, этого законопроекта упростится или нет процедура? Я боюсь, что нет, потому что всё равно потребуются некие доказательства. Ну, мы все знаем вес слова полицейского в суде и вес моего слова, потому что я всегда буду в положении оправдывающегося. А как вы думаете, вот эти профилактические меры, их можно вписать в законопроект, чтобы это было обязательным? Я не знаю, в какой, но, конечно, можем. Боюсь, что быстрее вступит в силу штрафная система баллов. Вы же предлагаете, вы же сможете прописать, правильно? Можете же им по законодателям предложить? Ну, я в данном случае это и делаю. Спасибо вам большое. Спасибо. О больной системе штрафов мы говорили с главным редактором журнала «За рулём» Антоном Чуйкиным. Хорошего дня, Антон. Хорошего дня, спасибо. Тем, кто планирует жить за границей, думаю, будет интересно узнать о новых услугах, которые предлагает налоговая служба. По статистике, каждый год из России переселяется порядка 40 тысяч человек. Большинство окончательное решение об эмиграции принимают после нескольких лет жизни за рубежом. И вот, когда решают распродать остатки своего имущества на родине, с удивлением узнают, что налоги они должны платить на особых условиях. Москвичка Маргарита Замятина мечтает перебраться к мужу, который уже больше года живёт за границей. Муж год назад уехал в Европу. Устроился на работу, там получил гражданство и теперь хочет продать квартиру в Москве, чтобы мы смогли уже купить постоянное какое-то жильё. Но я слышала, что, кажется, в этом случае какой-то повышенный налог надо платить. Опасения девушки не напрасны. Те, кто значительное время провёл за пределами родины, по-прежнему считаются гражданами России. Однако лишаются статуса налогового резидента. А это значит, что когда муж Маргариты вернётся в Россию для заключения сделки купли-продажи недвижимости, с налоговой точки зрения он будет выглядеть иностранцем. Кстати, для того, чтобы лишиться статуса резидента, достаточно отсутствовать на родине больше 183 дней в году. Другими словами, те, кто часто ездит за рубеж в командировки и на отдых, также могут лишиться российского резидентства и даже не догадываться об этом. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. А к нерезидентам российское налоговое законодательство довольно сурово. Всё, что связано с налогами лиц, которые являются нерезидентами, это 30-ти процентная шкала на доходы, связанные с продажей имущества, либо вступлением в наследование в отношении имущества неблизких родственников. То есть треть от дохода, полученного на территории нашей страны, придётся вернуть государству в виде налогов. При этом пытаться обмануть сотрудников налоговой инспекции эксперты не советуют. Если человек захочет не платить данный налог, то здесь ситуация стандартная, то есть будут применены все процедуры взыскания в данном случае. То есть он будет привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 20% и пени на ту сумму, которая была своевременно не выплачена. Если и штрафы человек платить откажется, его могут объявить в розыск. Сначала в федеральный, а потом в международный. Учтите, что на Западе, в большинстве европейских стран, налоговые преступления считаются одними из самых тяжёлых. Поэтому тем, кто не хочет платить повышенный налог, эксперты советуют вернуться на родину и пожить не менее полугода, чтобы вернуть себе статус резидента. А за это время, глядишь, и уезжать за границу расхочется. Телевидение и радио России и Русское географическое общество представляют общенациональный проект «Россия-10». Ну что ж, продолжается суперпроект «Россия-10», в котором вы принимаете самое активное участие. Спасибо вам. Мы знакомим вас новыми достопримечательностями, ну а вы голосуйте. Сегодня уникальный маяк «Анива». Он появился на одноимённом труднодоступном скалистом мысе в Охотском море ещё в 1939 году прошлого века. Строить его было весьма трудно. Материалы доставляли в условиях неспокойного моря. И всё-таки смогли возвести 30-метровую башню с высотой огня 40 метров над уровнем моря. И хотя сегодня маяк уже не работает, всё равно он остаётся настоящим чудом. Голосуйте за претендентов на сайте 10rush.ru Ну а сейчас о тех, кто уже стал победителем. Российские роботы, олимпийские чемпионы. Их конструкторы, студенты из Санкт-Петербурга, работают над созданием целой команды киберспортсменов. В Сочи, правда, они не поедут, у роботов свои соревнования, но не менее высокого ранга, убедился Илья Давыдов. Танец «Яблочко» произвёл настоящий фурор на прошлогодней Олимпиаде человекоподобных роботов в Пекине. Команда Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики заняла все призовые места. Киборги не только плясали, дрались, но и устраивали шоу. Сноубордисты уже готовятся к следующим играм. Учатся держать равновесие. То, что для человека просто, для робота сложнейшая математическая задача. Робот для студента, прежде всего, это возможность проверить, как работает то, что он написал, какой-то алгоритм, какая-то программа на реальном объекте. Потому что, когда все ограничиваются исключительно компьютерной программой, это не показательно. Этому промышленному манипулятору захотелось творчество. Он решил написать мой портрет. Позировать долго не пришлось. Пару секунд на обработку фото, и фломастер уже выводит на листе непонятные линии и точки. Робота, конечно, трудно обидеть, но как с художником с ним можно поспорить. Да, роботы видят этот мир совсем не так, как мы и говорят с нами на другом языке. Но зато понимают человека без слов, а некоторые даже умеют читать мысли. Этого не стоит бояться. Техника протягивает руку помощи людям с ограниченными возможностями. Все, что нужно, сосредоточиться и думать о действии, которые необходимо выполнить. Робот распознает потенциалы мозга и выдает соответствующие команды. Вероятность ошибки не более 2%. Для обучения каждой команде требуется порядка 5 минут. И после этого система может быть запущена в реальном времени, и можно спокойно ходить целый день, управлять, допустим, с такой рукой. Легкой такую руку не назовешь, но настоящий протез будет компактным. Это лишь прототип. Правда, доведение его до ума может затянуться надолго, как это произошло с гусеничным роботом. Студенты долго боролись с его непослушанием. Аппарат сбивался с курса, не выполнял команды. Оказалось, роботу была нужна свобода. В случае, если бы человек не участвовал в данном процессе, и робот получал сразу команды идти в ту или иную точку, он бы выполнял их намного быстрее и активнее. Роботы словно намекают людям, справимся и без вас. Пока это блеф. Металл и пластик просто работают по программе. Но техника умнеет, логика становится менее четкой, меняется в зависимости от обстановки. Понимать ее язык нужно уже сейчас, чтобы не потерять контроль над своими созданиями. Хотите жить долго? Даже до ста лет помогут несколько простых правил. Российские диетологи предлагают есть меньше мяса и больше полезных специй. Черный перец, куркума, корица, имбирь. Они иммунитет поднимут и обмен веществ улучшат. Клетчатка – это уже необходимый продукт сложной схемы сохранения молодости. Зрелый возраст, кстати, требует большего количества витаминов группы В. Еще одна простая рекомендация, правда, уже британских ученых – чистите зубы два раза в день и проживете на 10 лет больше. Ну и учиться, учиться и учиться. Способность к запоминанию, которая обычно снижается после 40, можно вернуть. Надо просто учить стихи, например, или языки. За границей пригодится точно. Если собираетесь за рубеж, готовьтесь издавать отпечатки пальцев. Изображения популярных узоров двух пальцев рук могут появиться в загранпаспортах россиян уже этим летом. Правда, особой необходимости в таком паспорте нет. Страны, которым нужны отпечатки пальцев, обычно сами же их и снимают. Какой же тогда выбрать вариант? Новый вид загранпаспорта появится в России уже в июле этого года. Биометрический, а теперь и с отпечатками пальцев. Правда, пока только для жителей Москвы и Петербурга. Впрочем, ажиотажи вокруг новинки не ждут. Сдавать отпечатки пальцев захочет далеко не каждый. Тем более, что и паспорта старого образца останутся в силе. Между биометрическим и обычным Варвара Куликова выбирала долго. Экономия времени взяла верх. Надо было экстренно. Дотянул до последнего дня. В итоге все быстро-быстро собирал документы. И за две недели подала все быстренько, очень удобно. Изготовление паспортов старого образца, в отличие от биометрических, не требует специального оборудования. И если выехать за границу нужно в кратчайшие сроки, лучше выбирать этот вариант. У нас действительно сократились сроки оформления. У нас в электронном виде уходят все проверки на согласование. По практике могу сказать, что паспорта, есть случай, выходят за 7-10 дней. Сроки получения против сроков действия. Биометрический паспорт прослужит гораздо дольше. Не 5, а 10 лет. Правда и стоить будет дороже. Не 1000 рублей, а 2500. В новом паспорте больше страниц. И это очевидное преимущество для тех, кто часто выезжает за границу. Однако в него нельзя вписать ребенка. На него придется оформить отдельный документ. Гражданин, заявитель, законный представитель ребенка может обратиться, либо оформить ребенку паспорт заграничный, либо с 5-летним сроком действия, либо с 10-летним. Лучше остановиться на паспорте с более коротким сроком действия. Ребенок растет, и его внешность меняется. А значит, надо менять и паспорт. Вклеить новую фотографию по правилам невозможно. Зато для оформления такого паспорта достаточно заявления родителей. Ребенку не придется стоять в очереди. Для жителей Тамбова это весомый аргумент. Чтобы получить заветный талон, они приходят в отдел ФМС еще до начала рабочего дня. Потому что вчера здесь уже был, а он не получил. Ничего тела, да? Да, конечно. Сегодня решили пораньше. Чтобы не тратить время, лучше отправиться в интернет. Заполнить анкету любой человек, может не выходя из дома на сайте госуслуг. Сейчас он в любое удобное время заходит на портал госуслуг, заполняет заявку. Мы ее проверяем. Если что-то неправильно, гражданину дается письменный комментарий в его личный кабинет. Здесь все зависит от того, как гражданин дальше быстро выполнит наши требования. Чтобы уменьшить очереди в районах подразделениях ФМС, в Москве и Петербурге создают многофункциональные центры. Оформить и подать документы, оплатить госпошлину, получить паспорт можно в одном месте. Впрочем, воспользоваться этими услугами могут не только жители столицы, но и других регионов, имеющие временную или постоянную регистрацию в Москве. Осталось дождаться, чтобы подобные центры открылись и в других крупных городах России. В космосе, конечно, с таким паспортом делать нечего. Там нужна карта. Создать настоящую карту Вселенной возможно удастся уже в ближайшем будущем. В 2014 году на орбиту планируется вывести научный аппарат спектр рентген-гамма. Он поможет создать удивительную карту, на которой будут отмечены все крупные скопления галактики. О других космических исследованиях побеседуем с героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным. Федор Николаевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ты вообще понимаешь, кто у нас в гости? Я понимаю. Космонавт, неземной человек. Он знает, каково оно там. Я как никто другой это понимаю. Слушайте, добраться же уже туда гораздо быстрее можно и проще. Да, такое впечатление, что меня и трогать нельзя. Когда я познакомился с Федором Николаевичем, я, конечно, стал задавать самые примитивные вопросы. А как там, звезды ближе или нет? А действительно там бездна или тоже что-то по-другому? Теперь, оказывается, туда можно и быстро добраться в космос. Уже не 30 витков, а всего сколько? На пятом ветке. На пятом, да. Значит, полеты в космос будут доступнее и дешевле? Безусловно, двое суток сидеть никому не хочется. Хотелось бы и космонавты не один раз, и не два раза высказывали свои пожелания. Как-то сократить вот этот период. Главное, чтобы не в ущерб безопасности. Не в ущерб. Вот, 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 вот. Мы подходим к самому главному. Не в ущерб безопасности. А второе, вы представьте себе, что многие биоматериалы, которые надо доставить на станцию, поместить в какие-то кюветы, поместить в блоки для экспериментов, они требуют такой же быстрой доставки. Как только это войдет в штат, мы даже мороженое сможем, грубо говоря, вот по дороге с гостиницы на это самое, купить в киоске мороженое и доставить ребятам. А что повезете? Какие биоматериалы? Себя, в первую очередь. Самый главный предмет – это человек. Мы же знаем, там разные эксперименты проводят, да, с растениями, с микроорганизмами. Ну, с человеком понятно. А какие-то есть результаты исследований? Ой, я давайте тогда на своем примере вам приведу результат. В 2007 году, в июне месяце, мы с Олегом Котовым, второй выход у нас был, 6 июня, я помню точно, мы установили на внешней поверхности МКС, то есть в условиях вакуума, платформу, которая называется Биориск. В этой платформе, внутри этих туб, давайте назовем их так, находились самые различные биоматериалы. Это споры грибов и бактерий, это семена различных растений. И там же были личинки комара, африканского комара. Через год, в июле месяц, чуть больше года, значит, Биориск сняли ребята, вернули назад, представьте себе, личинки комара ожили. Да что вы. Вот вам результат одного из достаточно смелого эксперимента. То есть живая материя, которая находилась в условиях вакуума, повышенной радиации, температура плюс 150, минус 150 ожила. А что станет предметом ваших исследований в этой экспедиции? Моих исследований в этой экспедиции, вы знаете, пока не знаю, если честно, возможно, это будут мушки дрозофилы. То есть вот на модуле Кибу однозначно будут рыбки. Это впервые? И возможность, я не могу сказать, я не знаю, рыбок у нас, но впервые живое существо, родившееся наверху, оно родилось на советской станции МИР, это были японские перепела. Представляете, из яйца, с небольшого яйца, вылупилось первое живое существо. Это, конечно, очень интересно. Но меня больше волнует, вот если вы можете об этом сказать, я не знаю, как изменились ваши внутренние системы после ваших полетов и выходов? Какой у вас четвертый уже полет? Четвертый, значит, что такое невесомость? Когда прилив крови к голове, да, и перераспределение жидкости в организме, и вот Сергей Крикалев, у него шутка такая интересная есть. Ну, представьте себе воздушный шарик. Вы его надули, вот подержался он, а потом сдули. Он вернулся в обратно прежние размеры? Нет, он чуть-чуть подрастянулся, да, такой вот стал. А теперь представьте себе, что вы с регулярностью там раз в несколько лет вы его надуваете, подержите полгода и опять сдуваете. Вот представьте себе, что становится с нашим мозгом. С гипертонией там делать нечего. Это как бы шутка. Я всегда вспоминаю слова вот насчет внутреннего перестроения. Это один из американских астронавтов сказал, каждый из нас стартует в космос патриотом своей страны, а возвращаемся мы патриотами Земли. Вот на самом деле это вот когда сверху смотришь на эту красоту, вот потом смотришь на эту бездну, и хочешь не хочешь, приходит крамольная мысль. А ведь мы, наверное, одни такие уникальные в этом мире. Хотя понимаешь подспудно мозгом, что это не так, что множество миров. И второе, то, что это единый дом для всех, и другого дома нам не дано. Луна, Марс, это когда-то будет, но это все-таки будет не наш дом, это будет поездка в командировку. В гости. В гости. Счастливого вам полета, пообещайте вернуться. Спасибо большое, с удовольствием. О космосе мы говорили с героем Российской Федерации, летчикам-космонавтам Федором Юрчихиным. Хорошей дороги. С Богом. Спасибо. Сейчас о том, что должен знать каждый автомобилист. Машина твоя застрахована? Застрахована. Знаешь, сколько нужно времени, чтобы сгорела машина? Нет. Десять минут? Десять минут достаточно. Важно не только иметь в багажнике огнетушитель, успеть им воспользоваться, как Иван Зенкевич научит. Впереди лето, жара и опасность возгорания автомобилей увеличивается. А ведь в машине масса горючих материалов, обшивка, проводка, не говоря уже о топливе. Полностью автомобиль сгорает буквально на глазах. Всего несколько минут. По закону, все легковые автомобили должны быть укомплектованы ручным огнетушителем массой не менее двух килограммов. Естественно, хотелось бы, чтобы он был компактным и при этом очень эффективным. Огонь бывает разным. Поэтому для автомобиля нужен универсальный огнетушитель. Они бывают порошковые и углекислотные. Оба они сертифицированы и хорошо себя зарекомендовали. Итак, какой взять, определились. Но это только начало. Не попадитесь на контрафакт. Внешне, конечно, подделку определить непросто. Но такие огнетушители стоят намного дешевле и продают их, где попало. Не рискуйте. Покупайте только в крупных магазинах. На этом не экономят. И обязательно проверяйте дату изготовления при покупке. Срок годности, как правило, полтора-два года. Дальше он становится малоэффективен. Такой брать бесполезно. Кстати, проверьте годность того огнетушителя, который у вас в машине, чтобы вовремя заменить. Его нужно держать в специально отведенном для этого месте, а не где попало. Иначе при пожаре просто не успеете ничего сделать. Ведь счет пойдет на секунды. Иногда завод-изготовитель предусматривает место хранения огнетушителя. И, как правило, оно располагается рядом с водительским сиденьем. Чаще всего за водительским сиденьем, либо под ним. Итак, чем ближе к водителю, тем лучше. Да, это не всегда удобно. Но в критической ситуации от его правильного и быстрого использования часто зависит не только сохранность автомобиля, но и жизнь людей. А если разместите огнетушитель в загруженном багажнике, доставать будете так долго, что уже и не понадобится. После того, как вы закрепили его в салоне, обязательно потренируйтесь. Внимательно прочтите инструкцию, представьте, что произошло в изгорании. Что вы будете делать, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы достать и привести огнетушитель в рабочее состояние. Все действия нужно отработать до автоматизма. Будьте всегда готовы к экстренной ситуации. Но желаю вам, чтобы огнетушитель никогда не пригодился. Кто бы мог подумать, что материнский инстинкт обнаружен не только у женщин, но и у мужчин. Причем это открытие нет, не британских ученых, французских. Во время эксперимента выяснилось, что не только мамы, но и папы могут безошибочно отличать плащ своей кровинушки. Все зависит вовсе не от пола, а от количества времени, проведенного с младенцем. То есть материнский инстинкт – это вовсе не уникальная способность, дарованная природой, а, как выясняется, обычный навык, который просто-напросто нарабатывается. Кинематографисты тоже о детях задумались. На киностудии имени Горикова кипит работа. Там идут съемки новогодней картины «Семицветик». О необычных приключениях школьников на фоне первой любви. Да, семицветился, Семицветов. К Новому году у юного зрителя будет своя рождественская лав-стори, обещают создатели картины «Семицветик». Это трогательная и забавная история в традициях лучших фильмов советского детства и с легким намеком на сказку Валентина Катаева. Это как бы о главном герое. Да, у него фамилия Семицветов. И он исполняет все желания для самой красивой девочки в классе, в которую он влюбился. Ну что, Супермен, ты готов приступить к подвигам? Классический сюжет о принцессе и поклоннике, готовом ради нее на все, перекочевал в реальность современных шестиклассников. Хотя в фильме нет никакого волшебства, влюбленный школьник Антон действительно совершит ради своей дамы сердца невероятные вещи. Семицветов! «Я хочу быть героем России». «Что?» «Что слышу?» У принцессы из 6-го Б на редкость богатая фантазия. Так что рыжему Ромео придется провести опасную ночь в музее, спасти утопающего и даже дойти до самого президента. Очередной подвиг во имя любви снимается сегодня на московском катке. Героизм на этот раз потребуется не только влюбленному Семицветику, но и его бабушке. Народной артистке Светлане Немоляевой предстоит вспомнить школьный курс фигурного катания и впервые за много лет встать на коньки. Модница, сердцеедка и бывшая балерина. Из образа такой боевой бабушки актрисе не хочется выходить и за кадром. Тем более, что во внуки готов записаться целый класс юных партнеров по площадке. Мне так нравятся ребята, которыми я снимаюсь, которые меня окружают. Они просто очаровательные. Один ко мне мальчишка подошел и говорит, как вы хорошо выглядите. Ну, вам можно дать года 34. Ну, ребята действительно очень хорошие, знаете, такие они милые, своеобразные, с характером, как будто бы из такого очень хорошего прошлого нашего Яралаша Грачевского. Любовь в этой картине, кстати, вещь заразная. Из кабинета химии она незаметно переползает в класс литературы, а там недалеко и до приемной директора. Вы хотели быть заочем? Да на кой мне это? Я хотела быть пешеком. С любовью все справляются очень хорошо. Главное, герои с родителями, у которых свои проблемы. Они пять раз женились по сюжету, пять раз разводились, да? Такие сложные такие у них отношения. Впрочем, сюрприз ожидается даже от эксцентричной бабушки, решившей, что пенсия флирту не помеха. Ну, а развязка этой школьной Санта-Барбары будет совсем неожиданной. Продолжение следует... Продолжение следует...